К пластинке из оргстекла прикреплены два металлических электрода, подсоединённые к двум противоположным полюсам высоковольтного источника. Возьмём плоскую пластмассовую чашку, нальём в неё кастрового масла и подмешаем в масло немного манной крупы. Разместим чашку над электродами и включим источник питания. Мы видим, что крупинки пришли в движение и вытянулись вдоль линий, соединяющих оба электрода. Разберёмся, почему так происходит. На электродах, подключенных к полюсам источника, наводятся противоположные электрические заряды. Крупинки манки, хотя и не проводят электричество, однако молекулы и атомы, из которых они состоят, содержат внутри себя связанные заряды. Положительные заряды притягиваются к отрицательному электроду, отрицательные заряды – к положительному электроду, и крупинка поляризуется. Плюсы и минусы соседних крупинок притягиваются друг к другу, и крупинки выстраиваются в цепочке, точно так же, как это делают железные опилки между полюсами магнита. Линии из крупинок, которые мы видим своими глазами, дают нам представление о невидимом электрическом поле, созданном заряженными электродами. Силовая линия электрического поля – это такая линия, вдоль которой направлена сила, действующая на пробный электрический заряд, который мы внесли в это поле. Мы представляем себе, что все пространство вокруг заряженных тел заполнено такими линиями. Чем гуще собираются силовые линии, тем больше сила, с которой электрическое поле действует на внесенный в него пробный заряд. Другими словами, тем больше напряженность электрического поля. На этой пластинке один электрод плоский, другой сильно заострен. Включим высоковольтный источник. Мы видим, что силовые линии электрического поля расходятся из острия в сторону плоского электрода. Вблизи острия плотность силовых линий очень высокая, и электрическое поле здесь сильное. А вблизи плоского электрода оно заметно слабее. Если напряжение на источнике поднять до 30 кВт, заостренного электрода на плоский начинает проскакивать электрический разряд. Конечно, это происходит в воздухе под кюветой, а не внутри нее. Ведь пластмасса является хорошим изолятором, и пробой легче происходит в воздухе. По этой причине высоковольтное оборудование обычно снабжается закругленными кожухами, перераспределяющими электрическое поле так, чтобы никакие угловатые части не выступали наружу. Ведь искра на этом стенде должна проскакивать только в нужном месте, а не где ей захочется. Сделаем еще один опыт и посмотрим, как устроено электрическое поле в пространстве вокруг заряженного шара. Шар стоит на изолирующей подставке, и к нему со всех сторон приклеены тонкие шерстяные ниточки. Подадим на шар напряжение 30 кВт. На ниточках постепенно накапливается заряд того же знака, что и на шаре. Поэтому они отталкиваются от шара и друг от друга. В результате они вытягиваются вдоль силовых линий электрического поля, которые всюду направлены от центра шара. И хотя электрическое поле само по себе остается невидимым, наши опыты смогли многое о нем рассказать.